всем привет друзья вы на канале про блокчейн сегодня у нас продолжается серия подкастов гости становится все горячее интересней по разным тематикам сегодня у нас очень крутой артист покрас лампас ты очень классные вещи делаешь мы рады что ты нашел время уделить нашему каналу и нам на этом подкасте всем привет друзья шалом прости всем привет я далекого из далекого какого города вещаешь в этот раз из далекого банкока в этот раз у нас так смотри давай значит еще раз мы в принципе оговорили наш сетап как у нас все будет как обычно в подкастах стараемся чтобы человек кто смотрит кто слушает получил максимум на каждую минуту какой-то информации и в целом мы не затягиваем да поэтому кто с гостем а знаком это отлично сейчас дадим слово показ коротко себе расскажет как он в целом дакается дожил до жизни такой то есть чего он начинал как он попал в нфт сектор и там уже дальше темы корректировать задавать вопросы поэтому давайте тебе слово такое интро как и чем ты занимался и как ты добрался до того места сейчас слушай но если коротко то я занимаюсь современным искусством начинал заниматься уличным и с улицы перешел в digital новые медиа и в целом в очень разные направления того что может произойти как с каллиграфии и вообще в целом с артом который связан с текстом так и в целом с технологией потому что чем больше ты начинаешь углубляться тем у тебя больше возможностей для экспериментов и в целом для развития и за последние 10 лет я наверное что только не успел масштабного сделать начиная от мирового рекорда по созданию сам большой каллиграфии в мире и работе с такими крупными брендами как ламборгини фэнди и дрейс ваннотон adidas nike вообще принципе наверное с огромным количеством секторов и брендов успел поработать вот и что самое интересное я успел за время такого творческого взлета и развития карьеры одновременно очень глубоко и разнообразно посотрудничать и раскрыться в сфере арта это и участие в выставках как персональных так и групповых это международный контракт крупнейшие группы галереи в мире который называется опера галере которая представлена сейчас в 13 мировых столицах это и участие в международных биеннале как например биеннале по каллиграфии в шарже которая одна из самых крупных на среднем востоке и соответственно в мире и хвосты которые в коллекциях не знаю там у членов коровецких семей очень крупных из на медиа персон очень крупных коллекционеров частных в общем разный у меня был путь и каким-то образом когда я развивался я почувствовал сразу что мне недостаточно существовать там был только в оффлайне или только там не знаю в пространстве галереи или музеев но еще и моя задача большая это быть человеком который работает с новыми медиа это социальные сети это различные информационные ресурсы и это естественно все что связано с новым подходом к образованию к новому подходу вообще что такое ролевая модель художника и в целом для меня это тоже большая миссия не только делиться результатом своего искусства но и стараться делиться своим опытом и взглядами на мир вот так что все совмещается и теперь еще и совмещают с цифровым искусством где мне кажется можно очень круто качать и я стараюсь быть одним из тех примеров которые показывают что и нефти не умерла что цифрового арта огромная перспектива и собственно новое поколение художников это те люди которые первыми это раскачают очень далеко и круто все кто подключился по поводу чата хантеров снизу есть ссылка вы можете пройти экскурсию закрытый чат хантеров юра проведет приходите welcome come on всех ждем да а если вы хотите например посмотреть какие-нибудь вебинары которые у нас проходят почти каждый день тоже идите в telegram закреп и забирайте вебинары которые проходят каждый день на разные темы вы можете на все прям зарегистрироваться и приходить всех ждем давай тогда вот уже нфт так затронул и я знаю что есть у тебя там и блокчейн на котором ты в основном тогда выходишь немножко вот эту сферу затронем с чего ты вообще в нфт начинал как узнал да и как ты там начал проявляться и до чего собственно дорос давай ретроспективно с самого начала ну погнали вообще все началось с того что я давно в комьюнити очень крупных художников цифровых существую и все ребята еще в двадцать первом году а некоторые уже в двадцатом стали постить что они начинают изучать блокчейн и делать первые релизы и очень многие меня звали типа покрас давай ты должен что-то с этим сделать это круто у нас есть там выходы на классные и площадки и ресурсы и целом ну как мы все прогрессивные давай с нами я не мог залететь первые месяцы потому что мы с юристами очень глубоко изучали контракты например может ли мне выставление цифрового искусства как-то нарушить контракт работы с галереей на физическое искусство где вот эта грань как правильно существовать в новом цифровом пространстве как художнику и как при этом сохранить высокий уровень как стоимости работ так и качества потому что ну физическом мире я уже много лет работаю и там есть уже определенные реноме и соответственно нельзя взять и свою репутацию там разрушить каким-то зону грани удачным сейлом диджитами поэтому мой первый дроп был в апреле двадцать первого года это был генезис нфти выложенный на платформе фаундейшн на эфире который ушел тогда за какие-то вообще сумасшедшие цифры я сейчас не помню точно но я помню точно что за двадцатку эфира там все перевалило там не помню то ли двадцать четыре то ли двадцать восемь эфиров какая-то была крупная прямо сумма и в целом ли генезиса это был рекорд он там сразу попал в новости попал forbes попал в все сми потому что вышел идеальный сетап я делал в качестве генезиса свою фото работу которую я использовал при помощи мэпинга на черкейскую газ это гидроэлектростанция самая крупная в дагестане и вообще в целом у нас в этой части россии и получилось классно то есть электроэнергия вырабатывается водой я делаю проект своего арта все это дело собирая в digital который собственно про новый вид и финансов и энергии и конвертации собственно этой энергии в ресурсы в новые том числе и финансовые и дальше у меня на эфире очень круто все стало лететь у меня были хорошие продажи у меня были разные дропы я представлен был на таких площадках как например супер эр куда до сих пор очень сложно попасть художником после ко мне пришли ребята из бай нанс и я стал один из первых художников в снг который был представлен на их маркетплейсе мы сделали рекордные 10 аукционов которые вместе сумме продаж пробили в 10 миллионов рублей что тоже очень сложно было и сейчас мне кажется художником в россии побить вот ну и в целом с точки зрения арта я всегда выставляю самые ценные полотна самые сложные работы я стараюсь не наводнять рынок и после эфира которым я продолжил и бай нанс бин би чейны с которым мне тоже очень успешно получилось посотрудничать я переключился на тон устал пропускать раздачу токенов от мощных веб 3 проектов и тренды рынка эрдроп хантер поможет тебе забирать аэрдропы на сотни тысяч долларов для того чтобы начать получать свои аэрдропы необходимо перейти на сайт аэрдроп хантер подсоединить свой кошелек и после этого вам станут доступны все скрипты которые представлены на платформе ссылку на сайт эрдроп хантер можно найти в описании к этому видео где мы с ребятами stone diamonds вместе с очень на самом деле крутой платформой которая работает только с топовыми художниками и очень качественно относится к всему что связано с презентацией работ технической составляющей вообще в целом к отношению к искусству ребят очень высокая мы сделали ряд коллекций часто показывают мы коллекцию frames alphabet которая была на селе в конце прошлого года прям последних чистых декабря и я на самом деле даже в какой-то момент уже боюсь писать про рекорды всех этих продаж потому что не хочу чтобы это выглядело как какое-то знаете там основном бахвальство или какие-то там не знаю попытки манипулировать цифрами но мы сделали sold out этой коллекции которая суммарно ушла больше чем по моему 380 тысяч долларов и крутость этой коллекции в том что в течение этого года будет создано больше 600 единиц различного фиджитала это первая фиджитал коллекция на тоне это просто нереально большой объем работы который мы сейчас проводим туда будут создаваться физические скульптуры ювелирное искусство из серебра некоторые элементы даже из золота будут шелкографические принты будет естественно одежда под это все создаются определенные тематики будет очень много оффлайн-ивентов сейчас один из крупнейших музеев уже обратился ко мне за участием одной из работ в новой выставке и это только начало то есть на самом деле для меня сейчас цифровое искусство это такая вот настоящая свобода художника когда ты не зависишь ни от чего не географически не с точки зрения там каких-то процессов которые происходят в мире ты создаешь сильное искусство ты находишь крутых партнеров ты реально работаешь над результатом и этот результат дает ну просто потрясающие в итоге эффект и комьюнити очень сильная вокруг этого собирается в общем это то ради чего мне кажется сейчас художники должны создавать творить и развиваться потому что действительно очень вдохновляет и очень много возможностей открывает слушаю добавь немножко провод фиджитал и вот я видел у тебя в инсте у меня с к сожалению станет подгружается кто хочет посмотреть вот самые свежие работы после насчет того как вы посмотрите подкаст внизу будут ссылочки все да вы можете перейти и поклацать посмотреть подписаться обязательно добавь вот немножко раскрою эту тему про фиджитал про при 3d принтеры про вот эти разные вещи да вот то что ты как бы совмещаешь нфт с какой-то реальной частью потом те кто покупали у тебя дает ну цифровую значит нфтшку они могут получить еще есть соответственно вот дополнение вообще считаю что фиджитал это один из главных трендов на этот год потому что художники уже не просто выросли из своего предыдущего уровня который был на прошлом ряду ранее в нфт там 21 художники еще и обзавелись огромным количеством новых связей ресурсов и комьюнити и это нужно укреплять и возможность создать физический объект который при этом подкреплен блокчейном при этом который при помощи nfc еще имеет возможность быть продан обменен и так далее это очень классная связка я ради этого вернулся в прошлом году когда из дубая полностью открыл 2 мастерскую петербурге только под фиджитал это значит то что я полностью разобрался технологии 3d печати закупил парк оборудования у меня в команде сейчас работает просто потрясающий человек который выступает и как скульпторы как инженеры как в целом такой вот очень четкий профессионал и это ну это просто новый мир то есть по сути ты создаешь арт и ты можешь его создать при помощи 3d принтера как реальный прототип и дальше этот прототип можешь покрасить заплавить снять с него восковку сделать скульптуру серебра или из бронзы можно использовать как часть элементов 3d печати в одежде можно использовать как элементы стрит-арта можно в целом по-разному с этим работать то есть по факту это вот такая новая глава развития искусства потому что художники и раньше были ограничены тем что ты не можешь просто и быстро создать физический предмет тебе для этого нужно связаться с фабриками с подрядчиками искать каких-то партнеров сейчас ты можешь сам это все сделать только вот зависит от его собственного желания и гибкости ума чтобы это все дело понять осознать проанализировать и что-то из этого придумать еще вопрос у меня сразу вдогонку но я понял fidgetal берется какая-то физическая сущность которая передается вместе с нфтшкой а что происходит вот например когда происходит вторичная продажа ну к примеру я купил нфтшку я хочу ее продать я получается должен передать эту физическую часть этой нфтшкой или как это работает вообще так как до сих пор сам рынок fidgetal еще очень молодой то каждый по сути является инноватором и можно посмотреть на разные кейсы в нашем случае мы создаем отдельный marketplace то есть это будет отдельная страница отдельная коллекция мы делаем это при помощи аирдропов что тоже мне кажется один из таких больших трендов и прошлого года и этого то есть по факту вот смотрите холдер получает не знаменит или со вторички покупает цифровое нфти у этого нфти есть кнопка клейма которая открывается в определенный период она не всегда активного определенные дни когда мы например мы это решаем открыть и при клейме ты получаешь транзакции вторую нфти уже фиджитал магазина у которой есть привязка цифрового объекта и это нам позволяет человеку например который имеет цифровой нфти не хочет его продавать а который хочет например перепродать физический объект он просто отдает другому владельцу физического вот другому по сути коллекционеру возможность купить у него только фиджитал при этом сохраняя диджитал либо есть например на тонн даймонд это очень классная функция сделок когда можно добавить сделку сразу два нфти которые можно купить соответственно когда ты через сделку можешь сделать оффер сразу и на цифровую и на физическую работу которые вместе связаны и дальше все очень просто у фиджитала есть окно клейма есть специальное окно куда ты можешь указать свои данные для отправки и дальше когда клейм собственно физического нфти уже произведен мы тем самым закрываем возможность еще раз это законе то есть ты получаешь физический объект он приезжает тебе на адрес и дальше ты так же как и принципе в любом физическом мире можешь сам перевыставить объект и договориться с коллекционером о продаже в том числе и пересылки физической вещи или например коллекционер может найти нфти с фиджитал трейдом которые еще не были заклеймены их заклеймиться мы уже тогда он сам это получит то есть это знаешь как киндер ты открыл я уже в яйце есть какая-то игрушка которую ты держу как ты же не можешь потом обратно взять склеить как бы киндер и положить его на полность при желании можешь но вообще не очень логично и то же самое тут как бы мы даем гибкость но все равно имеем некие ограничения то что мы с физическим миром работает у нас есть гравитация из какие-то правила которые пока нарушить сложно это у нас получается тоже макс тобой был фиджитал у нас была коллаборация с салаватом фида и мы придумали концепцию заказали у него карандаша где он вытащил на кончике bitcoin вот и потом мы из него уже создали то есть этот карандаш и дальше погрузили в специально ребят заказали на счетовки 3d вот всю историю сатошина кому-то сделали сайт и мы потом это что на foundation загрузили и продали тоже коллекционеру из лондона вот за 25 фирм тот момент и тоже у нас одна из таких тоже топовых продаж было и и коллабораций слушая у тебя тик ток обнаружил вот там у тебя даже есть значит этот добавлю покажу вот один из первых роликов с виллом смитом да 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 с вылом это помогут 18 летал в будапешт и мы снимали с ним совместно ролик прикольно то есть много я смотрю ты но ты прям усиленно его не ведешь да больше ты на инсте сейчас я так понял сосредоточен но в целом кажется тик ток тоже имеется сша я просто пока был в россии последние два года думал что тик ток в целом никто не ведет и я даже особо не открывал мне там типа как бы короче в чем прикол до того как началась свол у меня был с тик током как у креатора прям прямой контакт то есть я работал с российским офисом не было доступом ко всем активности мы делали совместные эфиры верификация все эти штуки и соответственно я как человек которого верификация всегда думал ну блин я же не могу взять взломать тик ток что-то еще сделать что как-то не солидно что что до этого мы вроде хорошо общались и работали и потом я когда уже был после этого в дубае я думал перейти на меня на регион и собственно там начать всю эту историю постить но из-за большого объема работы я такой ладно потом когда-нибудь к этому вернусь и я сейчас был очень приятно удивлен что на самом деле тик ток через казахстан через другие страны очень круто качает и очень много новых креаторов очень много новых имен новых блогеров там появилась поэтому я пока в банкоке три месяца еще я планирую довольно активно там по контенту тоже буду раскачать так что это можно будет следить там будет свежачка даже иногда больше чем в инсте будем подписываться на тик ток и ссылочки тоже оставим давай теперь пройдемся у нас начнется в рамках традиции подкастов мы у всех спрашиваем кто к нам приходит так или иначе все все равно немножечко связаны скриптой ты уж подавно и нафте эфириум финанс тон максимально погруженный вот и я знаю да ты еще и в чатике в нашем есть виповом хантеров периодически там там нормально так его и пишешь и подсказываешь и там это вопросы и трейдинг какой-то там где-то пролетает вот расскажи что у тебя в портфеле на данный момент есть во что ты как говорится веришь слушай на самом деле это очень забавная история потому что я еще довольно большой портфель собрал себе в грубо говоря на прошлом буллране и когда все стало жестко падать я сначала не верил что она настолько сильно упадет а такой ну чё это сейчас вот она упадет там на не знаю на 20 процентов я буду продавать я такой нет продавать сегодня не буду на следующий день просыпаешься тебе еще там знаешь минус 10 процентов такой так но день какой-то плохой продавать не буду еще проходит месяц смотришь а у тебя дальше там просто падение портфеля там минус 60 минус 70 процентов такой ну уже точно поздно продавать не надо ничего делать, это просто лежит. И вот так оно, знаешь, медленно-медленно-медленно падало, и в итоге у меня до этого был очень, на самом деле, хороший по альтам и, в принципе, по фундаменталу набор, то есть это, естественно, биток, естественно, эфир, естественно, мати, естественно, немножко соланы, немножко дота, и там, условно, всякие XRP были, и такие, знаешь, условно говоря, уже совсем тестовые мемкоины, типа там, доги, вот, то есть нормально, короче, я держал, и когда оно все стало падать, я понял, что вообще не стоит ничего это трогать, и до сих пор я, на самом деле, ничего не трогал, там, максимум какие-то небольшие суммы, там, товарищам отдавал, там, в долг, либо на какой-то стейтинг, но в целом свой депозит я никак не потерял, потому что ничего не продал, и думаю, что он так, более-менее по цифрам вернется. В остальном, из того, что я на низах стал докупать, чуть-чуть докупал эфира, но последние вот года полтора, на самом деле, я большую ставку сделал на тон, и тон я не продаю, я альты на тоне стал покупать, например, есть очень клевый экосистемный токен, называется гринт, который завязан на майнинге от ребят из тонн-даймонс, что тоже очень прикольно, и с точки зрения утилити и NFT, и с точки зрения того, как комьюнити майнит, собирает, там, правильным образом распоряжается токеном, поэтому много сейчас на тоне держу, и много в классической такой связке серии топ-10, топ-15 монет. В чате мне очень интересно читать, на самом деле, как прогнозы, так и в целом инфу по новым монетам, там, по аирдропам, по стейкингу, на Бласте, например, я тоже закинул нормально так и немного эфирчика, и Бласта прикупил, точнее, Блюра, чтобы было, но я все равно не трейдер, то есть нужно понимать, что для меня скорее криптовалюта это понимание технологии, и для меня важнее сделать крутой объект искусства, который будет иметь ценность на рынке, и моя задача работать с тем, чтобы мы объекты искусства на рынке имели правильную стратегию и правильное развитие, чем, условно говоря, получать профит с сделок, потому что тогда как бы я, ну, потеряю вот то самое желание жестко развиваться в искусстве. Как-то так. I understand. Круто. Давай у нас... Я про искусство спрошу, пока мы от этого темы не ушли. Вот для понимания для нашей аудитории не все там, может быть, тебя многие знают, но не все так досконально следят за творчеством твоим. Вот сколько в среднем стоят твои работы? Вот если я, допустим, человек с улицы, хочу купить какую-нибудь работу, средняя взвешенная цена по рынку? Зависит от того, это работа, которая была one of one, либо это работа, которая была экспериментальная one of one, или это коллекционная работа из, там, коллекции, там, из ста или тысячи, ну, какого-то, грубо говоря, тиража. Если это one of one самые редкие, это обычно пункты манифеста, они, что удивительно, на трех разных блокчейнах примерно уходили по одной и той же сумме. То есть это в среднем от пяти до десяти тысяч долларов разброс, и самые редкие ценные там уходили в районе пятнадцати-двадцати. Вот, то есть при этом на ресейле в прошлом году был вообще дикий рекорд, когда один из моих пунктов манифеста был продан за сорок семь тысяч долларов, при том, что в оригинале он был куплен примерно за двенадцать тысяч. То есть там прям был серьезный такой момент, и до сих пор это одна из самых крупных вообще перепродаж моих работ на авторичке. Ну и в целом в истории, наверное, моей карьеры даже с физическим артом потягалось и очень сильно перепрыгнуло некоторые холсты, за исключением пары прям крупных сделок таких галерейных, которые особо не раскрываются в паблик по стоимости. Если мы говорим про экспериментальные штуки, то они всегда продавались в районе одного-двух эфиров. Это работы, которые попадали на Foundation, либо работы, которые я минтил в качестве каких-то таких совсем небольших экспериментов, но этих работ мало. И на самом деле тут больше нужно смотреть за коллекционерами, кто-то ли продает, или у меня есть ли какой-то анонс. И третья история – это история с коллекционными артами, которые, например, можно найти на Tone Diamonds. Это либо коллекция Frames Alphabet, там в целом флор можно, я думаю, в районе 100, 150, 250 тонн. Эти прикольные работы, то есть это довольно уже приятные цены для старта, и если брать в целом коллекционки, то они в районе 200-500 тонн отлично существуют, развиваются. А самые редкие будут уже, что, допустим, я думаю, давать красивые иксы. А вот я тогда дополню этот вопрос, давай расширим. Ну, понятно, ты сейчас про Digital прошел, с NFT, вот эта вся история. А вот просто холсты обычно, то, что в галереях, там как образовывается цена, как это работает? С галереей интересная история, потому что у меня с 2017 года глобальный контракт с Opera Gallery, и это значит, что я не могу продавать свои физические работы напрямую, даже если это очень хорошая сделка. То есть я согласовываю продажу с галереей, я всегда с галереей имею процент с продажи, который даже если я продаю, все равно им уходят. То есть поэтому цены там не могут быть низкие априори, потому что, ну, есть стоимость производства и работ, есть там аренды, студии, инвестиции и так далее, и, соответственно, всегда галерейная цена минимум делает x2, а то и x3 от этой цены, потому что так работает арт рынок. Но с другой стороны это очень круто, потому что никто из купивших работ ранее никогда не видит падения стоимости, потому что галерея не заинтересована, чтобы цена падала, я лично не заинтересован, чтобы цена падала, а коллекционеры, естественно, видя это все, тоже никогда не понижают стоимость. И иногда бывает так, что даже, не знаю, вот такого размера эскиз уходит там за сотни тысяч рублей просто потому, что другого примера на рынке нет, и люди там достают, не знаю, с полок какие-то старые эскизы, работы, какие-то артефакты, которые они у меня получали. И даже на Авито иногда там были примеры, когда за 200-300 тысяч уходили продажи каких-то совсем старых работ, не знаю, если цена меньше, то это вообще бывает, что за неделю какое-то объявление уходит. Либо еще бывает момент, что некоторые работы выставляют коллекционеры, которые изначально там, может быть, не совсем корректно поступили при покупке, может быть, они каким-то образом не совсем честно получили эту работу, такое тоже бывает. Ко мне часто там, не знаю, на заре творчества подходили люди и говорили, блин, может что-то расписаться, а можно вот это, а потом ты через 5-10 лет видишь это на Авито и такое, ого, некрасиво. И поэтому я не все работы с точки зрения авторства подтверждаю. Соответственно, если у работы нет сертификата аутентичности либо прямого подтверждения автора, что это его, то цена, соответственно, тоже дропается. И рынок на этом тоже, ну, как бы вторично, интересно развивается и существует. По ценам в среднем работа 50 на 50, это холст, может быть, экспериментальный, может быть, средний, экспериментальный, у меня стоит в районе 5 тысяч долларов. Это уже с стоимостью комиссии галереи, но без стоимости отправки и каких-то там логистических приколов. Ну, а, соответственно, большие работы там 20, 25, 30, 35 и выше. В зависимости от сложности, от редкости, от коррекции и от того, это продажа галереи либо продажа через меня. Вот. В общем, арт рынок – прикольная тема. А вот смотри, вот там видел я машины, ну, Макс, когда прокручивал ленту на Behance, там, да, у тебя там есть прикольные коллаборации, там, я видел там и с Lomboy, и там Кулинан какой-то, и еще какие-то всякие такие штуки. Это как рекламные коллаборации или это просто какие-то арт-проекты были с тобой инициализированы, и куда потом деваются эти машины, вот что с ними происходит, кто это контролирует? Ну, вот то, что сейчас на экране, это моя официальная коллаборация с Lamborghini. Это был коллаб при открытии моей персональной выставки в Дубае еще в 2016 году в декабре, то есть уже нормально так лет прошло с момента этого релиза. Соответственно, то, что сейчас с этой машиной я не знаю, потому что это было официальное авто от Lomboy, и они много времени ее показывали у себя в шоуруме, а дальше она пропала, и мы не только догадываемся, где она, но это нормально. В тот момент мы и так работали. Дальше есть комиссионы, это когда обращаются частные владельцы авто и говорят, привет, покрас, вот как, например, с этой Ферой или там с Ленджом, вот, мы хотим у тебя заказать кастомный проект, и либо это печать на пленке, либо это живая роспись, либо это совмещение этих двух техник. Тут уже бывают разные абсолютно условия, разные стоимости, это могут быть мои коллеги, друзья, это могут быть всесторонние коллекционеры, это могут быть друзья галереи, которые иногда вообще приватно заказывают роспись там, ну, прям дорогих автомобилей, но при этом говорят, что это только для моего гаража, это, пожалуйста, никуда не надо постить, но там, может быть, в гараже у человека, не знаю, там, 30 Lamborghini стоит, и там очень много коллекционных есть моделей, и, соответственно, вот одну из них приходит ко мне и прилагает расписание. Ну, вот нам с Максом, если как мы насобираем, знаешь, вот у нас есть Жигули там, или Реношка, этот, кангу, или как там, да, вот когда, сколько нам надо собирать тонов, чтобы на пленке хотя бы не вживую, а чтобы ты просто поработал на пленке, и потом пленку где-то нанесли, сколько это примерно, вот, если к тебе обратятся, может стоить? Ну, в среднем по проектам, я просто не беру проекты до 10 тысяч долларов, потому что это лишнее время, я лучше своими делами позанимаюсь, вот, соответственно, от этой суммы я все обсуждаю, это может быть и роспись, и какой-то интересный, там, экспериментальный проект, ну, и дальше уже от того, какой продакшн увлечен, какие релизы, как там по лицензированию все это работает, там уже может цена расти и так далее. То есть, ну, в целом, я стараюсь при этом брать некоторые проекты, которые мне просто лично нравятся, потому что, ну, без этого невозможно, то есть, я не отношусь к работе, знаешь, как из серии, ты открываешь почту, такой, о, вот здесь денег больше, я за это возьмусь, то есть, я могу спокойно, там, не знаю, полгода вообще отказываться от всех проектов, несмотря на какие-то очень большие запросы, потому что я, там, не знаю, разрабатываю свою новую цифровую коллекцию, или делаю, там, самообучение, там, да, над какими-то задачами, или, там, улетаю в другую часть мира, вообще полностью пересобираю, там, готовлю новые холсты к выставке, то есть, я в этом смысле отношусь к арту, как карту, бизнес, сторона у меня всегда стоит на втором месте, но при этом у меня довольно хорошее, как бы, понимание экономики, и я все равно, как бы, в этом смысле стараюсь очень четко иметь и свою собственную стратегию, и, в первую очередь, стратегию работы с кем-то, потому что, если ты делаешь слишком много проектов, слишком много работ, то ты тем самым, как бы, рынок перезаполняешь, и это не всегда хорошо. Прикольно. Ну, то есть, я считаю, что информация, как минимум, интересная. У меня там еще открыта, вот, одежда есть у тебя, штука, расскажи, как вот эта штука работает, это ты контролируешь полностью, или это какая-то тоже коллаборация с кем-то, с какой-то студией, как это вообще устроено, и там какие-то дропы бывают, вот, допустим, мы что-то можем себе заказать, или как это работает? Да, мы сделали ребрендинг в прошлом году, переименовали бренд по Краслампасу в PL Storage. Это, мне кажется, было очень логичным продолжением того, как мы все развиваемся, и я как художник, и наш бренд одежды как самостоятельный бренд. У меня там очень крепкая команда, с которой я работаю вместе. Уже с 2017 года мы прям плотно работали, а знакомы мы еще вообще с 2013. То есть у нас, на самом деле, очень длинный опыт и доверие друг к другу, и возможности того, что можно сделать. И сейчас, вот, на самом деле, бренд – это большая гордость, потому что команда потрясающим образом все циклы сама наладила, сама понимает, и это касается и печати, и производства лекал, и создания коллекции. То есть я в этом смысле даже позицию арт-директора уже делегировал, собственно, причем общая органичива, по сути, сама, по сути, перешла. Наши коллеги – это Полина Власова, которая у нас офигенно работает. И я участвую там с точки зрения разработки плитов, какого-то креативного дирекшена, если нужно, и каких-то капсул, если понимаешь, что хочется сделать что-то экспериментальное. То есть в этом году, например, мы будем вместе производить под Fidgetal Dropы всякие вещи, которые можно будет купить только в Fidgetale. Или мы понимаем, что в этом году, скорее всего, будем делать какие-то коллаборации уже даже, возможно, с другими художниками, либо с другими брендами, либо с предметами какими-то для дома, либо с чем-то еще, когда мы, по сути, выходим за рамки бренда Пакрас. И то, что, например, я как художник понимаю, что я сделал бы иначе, для бренда Pale Storage это абсолютно логично, потому что мы немножечко этим самым разделяем. И мне кажется, это вот сейчас тоже большой тренд для артистов, когда мы уходим от именного какого-то понимания, там, не знаю, коллекции или, как раньше говорили, мерч, уже самостоятельный бренд со своей философией, со своей экосистемой, со своей командой и возможностью многим действительно носить крутые вещи, которые создает сам и художник, и при этом, которые создает самостоятельная команда бренда, которая офигенно понимает, как сделать крутую вещь, которую можно носить, классно стилизовать и так далее. Поэтому команде привет, если смотрите, обнимаемся. Я думаю, посмотрят. Так, давай подберемся теперь к трендам. У нас, так скажем, последний логический блок. Какие ты видишь тренды? Вот что тебя сейчас окружает, что тебя интересует? Вот этот сейчас искусственный интеллект, вот это объединение, ссора, какие-то нейросети, одни картинки рисуют, другие уже, блин, фильмы рисуют, спецэффекты. Что вообще происходит, когда нас роботы всех заменят? Как ты это видишь? Тебя это как-то касается? Слушай, меня это касается, напрямую, потому что я вообще на самом деле считаю, что каждые три, потом каждые пять, каждые восемь, каждые пятнадцать лет меняют очень много разных циклов и в экономике, и в искусстве, и в трендах, и в дизайне, и в технологиях. То есть это все взаимосвязано, и часто это изменение может вообще перевернуть полностью всю игру. То же самое, как пришло NFT, и оно полностью перевернуло весь арт-рынок. То есть цифровые художники стали стоить гораздо дороже иногда, чем физические художники. Галереи стали конкурировать с маркетплейсами. Монеты стали благодаря художникам иметь очень сильное промо, и пиар, и рост экосистем, и, не знаю, там, условный Джастин Сан, который покупает Бипла за 67 миллионов. Это очень понятный тренд того, как меценаты нового времени, которые заработали большие суммы на криптоактивах, при помощи покупки большого, например, цифрового искусства, делают очень крупный объем новостей. Эти новости памятят стоимость самой монеты, потому что монета имеет высокий индекс цитируемости, плюс создает ключевые какие-то моменты вообще в истории развития того или иного блокчейна. И мы в это время существуем, развиваемся, делаем какие-то крутые вещи. Соответственно, тренд на этот год, ну, опять же, сейчас очень много будет завязано на связках аирдропов, очень много завязано на связках экосистем и вообще формирование своих комьюнити, потому что уже всем давно понятно, что нет смысла, например, делать там рекламу на, не знаю, 10 миллионов зрителей, которые не заинтересованы в продукте. Лучше сделать рекламу на 10 тысяч человек, но которые реально понимают то, о чем говорят и зачем это нужно. Так, например, не знаю, условно говоря, если мы говорим про медиа, лучше рассказать о проекте, связанном с криптой, но про блокчейн. Вместо того, чтобы идти с этой новостью там на какой-нибудь паблик-миллионник, где сидят ребята, которые вообще в этом не заинтересованы и будут думать, что это там, не знаю, как-то пытаются обмануть. То есть в этом смысл. Создание своих комьюнити – это очень важно. Новые медиа – тоже очень важно. Следующее после аирдропов и фиджитала, что для художника очень важно, это новая фаза потребления контента, потому что сейчас очень сильно разогнались релсы, очень сильно восстанавливается у тиктока вот это влияние на то, чтобы не просто делать развлекательный контент, но и образовательный контент. Соответственно, новые формы всегда толкают художников, творцов, дизайнеров на какие-то интересные инструменты взаимодействия со своей аудиторией. Это точно в этом году будет история про какие-то интересные связки, когда, например, ты делаешь словно как MrBeast свой собственный бренд, вместо того, чтобы размещать рекламу чужих брендов из себя. Потому что, например, когда ты становишься большой медийной фигурой, у тебя запросы по стоимости производства контента и по размещению рекламы довольно высокие, и не все клиенты могут закрыть такие стоимости, но при этом выводить контент без таких вот рекламных отбивок не всегда выгодно, потому что ты все равно растешь в масштабе. И, соответственно, создание своего собственного бренда для медийной персоны, в том числе и художника, и дизайнера, и блогера, сейчас разумное продолжение своего собственного развития, потому что ты и свою экосистему устраиваешь, и экономику вокруг себя, и комьюнити более плотная, и даешь себе свободу создавать тот контент, который ты видишь, по сути, вокруг себя вот действительно целый мир выстраивая. И вот последний кейс, например, с напитками Prime, которые все обсуждают, это очень клевая история, потому что, по сути, блогеры сделали продукт, который за год показал самый крупный рост вообще в мире с точки зрения капитализации, объемов продаж и вообще формирования бренда. И он как бы это вот новый мир, в котором мы живем. В этом смысле криптовалюты тоже не исключение. Я уверен, что для блокчейнов очень важная история сейчас – это искать новые партнерства с медиаплощадками, в том числе с художниками, создавать собственные проекты, создавать ивенты, работать с оффлайном. Обязательно просто повышать уровень доверия к блокчейну через такие экосистемные вещи. Даже если кажется, на первый взгляд, что эта инвестиция там не окупается, лучше сделать крутой арт-проект, который сделает большую цитируемость и большое доверие к продукту, чем вкинуть, условно говоря, тот же самый бюджет в рекламу. Потому что реклама открутится и уйдет, а кейс будет цитироваться на протяжении нескольких лет и в какой-то момент окажется гораздо более рабочим. Ну и, естественно, сейчас очень важно следить за правильными людьми, которые не будут давать, условно говоря, фейкую информацию. Потому что чем больше мы видим простоты генерации контента, тем сильнее мы понимаем, как легко вести зрителя в заблуждение. Это касается и каких-то, не знаю, каналов, которые рассказывают про какие-то там, не знаю, вещи, которые, по сути, являются скамом. Сейчас это очень много, и, к сожалению, нужно реально доверять людям, которых ты слушаешь, чтобы получить лучше меньше информации, на 100 проверенной. То же самое касается, не знаю, там, каких-то арт-коллекций или чего-то. То есть лучше ко всему подходить фундаментально, экосистемно и смотреть в долгую, чем стараться, не знаю, выиграть все на каком-то коротком цикле, а потом не понимать, что эта стратегия делает в долгий какой-то цикл. Золотые слова. Вопросик есть дополнительный. Про вот коллекционки разные, вот на грани, да, вот есть сейчас, я знаю, запускают ребята вот там уже какие-то коллекции уток, там брикс-брики вот эти есть, там есть еще какие-то вот эти все товары веблена, да, как ты считаешь, это вот, ну, этот тренд, он останется или он как-то будет, там, не знаю, модифицироваться? Слушай, я так тебе расскажу. Я сейчас в Азии, и я со многими тут ребятами встречался, кто связан с производствами фигурок. Это люди, у которых есть прямые выходы на заводы в Китае, есть понимание четкой логистики, есть отстроенные стратегии, как это все создавать, масштабировать. И в Азии, например, это очень большой тренд. И здесь фигурки действительно хорошо продаются, у них большая конкуренция между собой, но тем не менее рынок довольно крупный. Сказать, что этот же самый тренд там придет в Россию, в Европу или Штаты так же хорошо, говорить сложно, потому что есть ментальность и есть немножко разные методы потребления, как контента, так и коллекционирования. Если мы говорим о самих игрушках, то мы должны понимать, что есть два таких глобальных подхода к стратегии. Первый подход к стратегии, когда ты выстраиваешь бренд за счет маркетинга и постоянных накачек, условно говоря, рекламы и стоимости этого бренда, это такая немножечко мертворожденная история, потому что бренд существует, пока в него вкидывают бабки. Вторая история – это какое-то более фундаментальное партнерство, опять же, с художниками, которые своим именем подкрепляют стоимость этого бренда. И от этого имени стоимость гораздо более стабильная, потому что художник, по сути, ставит всю свою жизнь, и у него, соответственно, эта жизнь, она одна, и она имеет определенный срок. То есть если художник делает, например, какую-то коллекционную фигурку, то она и через 5, и через 10 лет будет иметь высокий value, потому что что эта фигурка, она от этого только ценнее. А если фигурка, например, просто печатается с каким-то модным принтом или, не знаю, цветом года, то этот цвет года уже через 5 лет никому не интересен, потому что каждый Новый год будут новые цвета, новые формы, новые методы производства. Все будет дешеветь и упрощаться. Поэтому здесь для владельцев брендов очень важная правильная стратегия и инвестиция в работу с художниками. Для коллекционеров очень важно понимать, что они либо вкладывают то, что они это любят, тогда не нужно думать о деньгах, нравится тебе, например, утка, покупай утку, нравится тебе медведь, покупай медведя. И не думай об этом как в инвестиции, просто люби искусство и кайфи. Но если смотреть на это более фундаментально, то нужно, конечно, думать. И чтобы думать, нужно очень жестко ресерчить рынок. Здесь все как всегда. Смотри, сейчас интересная штука еще происходит такая. Вот как раз классно у тебя этот вопрос как раз спросить. Ребята из Югалабс, это те, которые владеют Bored Ape Яхтлаб, байки, вот эти мутанты. Да, они еще несколько коллекций там купили, панков. И они, значит, что делают сейчас? Они, значит, снимают свои коллекции с площадок, которые не выплачивают royalty правообладателям и художникам. И они сейчас в коллаборации с Agent Layer, да, они делают свою площадку абсолютно, где они будут размещать свои там проекты, новые проекты. Я так понимаю, что у них есть некая стратегия, как бы показать этот кейс всего миру, показать этот кейс художникам и всех художников топовых позвать на свою площадку, и гарантируя тем, что вот мы как раз за royalty, мы будем вас защищать. И вот на нашей площадке, если вы продаетесь, да, то здесь, кажется, все будет правильно. Вот ты, как ты со стороны, видишь, стоишь как раз со стороны артиста, да. Расскажи, пожалуйста, как вот вы видите вот эту историю, насколько это, как бы, правильно. Потому что криптоны, они отбиты, и у них свой вижен, да. А ты все-таки, как бы, из мира артиста. И вот расскажи, пожалуйста, как вы это видите, насколько это, как бы, должно быть так. Я бы сказал так, что есть разные художники, у которых есть разные стратегии. Потому что некоторые художники, они еще, не знаю, 5 лет назад были ребятами, которые даже не понимали, что такое арт. То есть у них не было ни физических выставок, ничего. И они сразу залетели в диджитал, что-то получилось, внезапно что-то выстрелило. Все, пожалуйста, тебе, не знаю, 23 года, ты уже там заработал сотни тысяч долларов. И для них, по сути, возможность на этом рынке вообще сделать продажу уже является невероятным достижением. В шоке. Они сидят такие, это что, у меня тут вообще даже не было ни одного коммерческого клиента на эту работу, а тут ее там перепродали за, не знаю, 10 тысяч долларов. Что за жесть вообще происходит? И им, конечно, сейчас вопрос роутер не так важен, потому что они такие, о, ракета, залетаем, все такое, кто-то готов там, условно, флипуйте, кайфуйте, и мне тоже копеечка достанется. Это один формат. Есть формат другой, это художники, у которых есть имя, которое строится много-много лет, и они, конечно, понимают, что, например, value артов цифровых сейчас, спустя время, будет тоже расти, если их value как художника тоже будет расти. И ты тогда понимаешь, например, что если ты как художник сделал, не знаю, через 10 лет какой-нибудь просто невероятный проект, просто безумный, все, что ты создавал за эти 10 лет на вторичном рынке, тебе будет все время понижать стоимость твоих работ, если ты это продавал дешево. Соответственно, чтобы у тебя повышалась стоимость, ты постоянно должен свои старые работы немножечко подценить, немножечко пиарить, немножечко о них рассказывать. И тогда royalty – это является, условно говоря, твоим же инструментом для того, чтобы, например, отбить те или иные затраты на промо того или иного проекта. То есть, например, ты там понимаешь, что, окей, у меня там будет продажа с какого торта, не знаю, на 30 тысяч долларов. Если у тебя стоит туда artist fee 7% или 8%, то это уже довольно неплохая котлетка. Ты можешь на эту котлетку там закинуть денег дизайнеру, дизайнер там сделает классные тебе цифровые материалы, каталоги, можешь напечатать постеры, можешь закупить даже рекламу на цифровом экране. То есть ты являешься частью этой экосистемы, потому что тебя воспринимают в ней как равноправного участника. Тогда твой royalty на вторичном рынке является гарантией того, что ты сам заинтересован, чтобы это была продажа. И у меня, например, были такие кейсы, когда мне писал несколько коллекционеров, и, например, говорили, привет, Пакрас, мы тут видели, у тебя тут солдат, например, на тоне, а мы у тебя покупали работу на эфире. Можешь, пожалуйста, выставить вот эту работу на эфире к себе, и мы хотим ее тоже сейчас продать, потому что, не знаю, давай залетим в ракету. И я на это смотрю и понимаю, что это не совсем как бы справедливая история, когда просто мне уже, зная, что у меня есть медийная платформа, говорят, а давай мы еще раз ее перепродадим. То есть я объясняю, ребят, если вы обращаетесь ко мне как к художнику, который уже сделал продажу, то перепродавая ее на своей площадке за своей рекламой, я буду выступать здесь как галерея, по сути. И я должен взять с продажи минимум 30%. Потому что неважно, какой royalty заложено, потому что в этом случае я занимаюсь снова тем, что я комьюнити объясняю, показываю и так далее. И это часть экономики. И художник также, который не поставил, например, royalty на свою работу, к которому придут, может сказать, ребят, тут royalty, например, не стоит, я хочу 30%, которые от продажи мне пойдут, если продажа будет. Окей, окей, договорились, сделали. А если ты просто пассивно это дело крутишь, но, например, постоянно у тебя в твит решилишь, то тебе достаточно и 8%, тоже приятно, или 5%. И тогда как будто бы royalty логично для того, чтобы эта вся экосистема жила, и в целом никто не был обижен. А если это, например, какой-то новый там замес, например, сейчас на Орденос, на Magic Eden продается, там, например, royalty художникам не заложено. Но при этом это биток, там очень клевый растущий нафтерынок, и там уже самописи от продажи. Гораздо лучше, например, чем дела обстоят на каком-нибудь даже иногда эфире. И художник такой, да и фиг с ними. Ладно, я, возможно, сейчас потеряю на royalty какую-то сумму, но зато я сделаю клевый сейл, пока этот рынок растет, и, например, на это есть классный критерин. Здесь важно принимать решения все-таки своей головой. В этом смысле и Uglabs молодцы, и артисты, которые вставят свои права, молодцы, потому что это как профсоюз. Но при этом и те, кто плюют на это все и говорят, а я сейчас так сделаю, а то потом как бы я знаю, что это одна ответственность, то, ну, ваше право. Так тоже люди делали, и ничего плохого не случалось в прошлом. Уверен, и в этот раз тоже все срабатывает. В общем, диверсификация. Слушай, ну, нормально пообщались. У нас получился 45-46 минут, как урок в школе. Такой про, знаешь, легкими национальными прошлись и про NFT, и про тренды, да, и про искусственный интеллект, и про коллекции, и про все на свете. Поэтому давай на этой прекрасной ноте будем потихонечку финалить. Если у тебя есть что пожелать зрителям, которые смотрят, которые только прикасаются к миру NFT, криптовалют, всего вот этого нового, на что им обратить внимание вот в 2024-2025 году, на что сосредоточиться, чтобы выжить в этом мире? Слушай, на самом деле очень классно у нас получилось поболтать. Я рад, что вообще все так собралось, кайфово, и так все легко идет по диалогу. Надеюсь, что всем было интересно нас слушать. И что я могу пожелать? Друзья, во-первых, все, что касается искусства, искусство нужно любить. Если вы относитесь к искусству с точки зрения того, что вот вас самих нацепляет, это очень важно, потому что мы все равно должны оставаться людьми, и испытывая чувство, мы растем над собой, развиваемся. Я даже не обязательно имею в виду покупать, просто любите искусство, подписывайтесь на классных художников, репостите классные работы, участвуйте в комьюнити, делайте иногда даже какие-то небольшие вещи себе в коллекцию, потому что это важно и это интересно, если в это погружаться. Это первое. Второе. Я уверен, что этот год будет очень интересен с точки зрения анонсов, новостей и так далее, поэтому поздравляю всех, кто, так сказать, в ракете, потому что все давно это ждали. Последние два года были не самые позитивные, даже с точки зрения вот этого, знаешь, индекса страха и жадности. И мне кажется, что надо пожелать, чтобы этот год у всех круто закончился. Для этого мы работаем, для этого мы развиваемся и уверен, что классно будет когда-нибудь встретиться и такие вспомнить. Блин, ну, 24-й мы, конечно, четко раскачали, вот тогда сделали прям по-красивому. Сейчас тоже вроде все хорошо. Так что это, чтобы в следующий раз, когда услышались, услышались на позитивной ноте. Всех обнял. Мне кажется, вообще шикарно. Супер. Ребят, если вы хотите задать какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Мы на что сможем ответить, ответим сами. На что не сможем, попросим покраса ответить. Обязательно лайки авансом. Все ссылочки мы оставим под этим видео. Вам спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь, если смотрели без подписки. Всем удачи и пока.